Подъехал на машине к воде? Штраф. Поймал маленькую рыбку? Тоже. Инспекторы рыбоохраны не дремлет. Накануне они отправились с очередной проверкой по водам Северной Двины. Самая главная цель – найти браконьеров. Удалось ли поймать нарушителей, знает Дмитрий Ефимов. Человек с биноклем смотрит отнюдь не на купающихся девушек. У него задача поважнее – искать браконьеров. Накануне в поиски нарушителей на воде отправились инспекторы рыбоохраны. Одна из целей – рыбаки без разрешения на вылов, например, семги. Также инспекторы следят за ловлей редких пород – нельмы и бычка под каменщика. Незаконный лов рыбы, например, сетями – наиболее частое нарушение. Также лов рыбы менее допустимого размера. Конечно, большинство рыбаков, даже нарушителей, они адекватно подходят к ситуации. Но есть такие, которые все бросают, пытаются убегать. Ну, мы их догоняем. Правда, в этот раз гоняться за нарушителями не пришлось. Некоторые рыбаки были удивлены нашему появлению, но убегать не собирались. А другие попросту не могли оторваться от удочки. Впрочем, правил эти рыболовы не нарушают. Так что инспекторы отправились на поиски так называемых лазеек браконьеров. Одна из них – это тупиковая бухта Кузумус. Бывает, что там очень много браконьеров. Сейчас мы с вами проезжали, стоят старые колышки от весеннего ловок. Проверили также реки и протоки. Но первых нарушителей обнаружили на суше. Эти люди заехали на территорию рыбоохранной зоны на машине, ближе 200 метров от воды. По словам инспекторов, большинство нарушений у рыбаков приходится на май и начало июня, когда рыба идет на нерест. По сравнению с прошлым годом браконьеров становится меньше. С начала летнего периода выявлено ориентировочно порядка 20 административных нарушений с изъятием сетных орудий лова, с наложением ареста на транспортные средства, то есть на лодки, на моторы. За пять часов нашего рейда мы объехали около 80 километров водных простор Никольского рукава Северной Двины. Потратили 50 литров бензина. Однако браконьеров мы так и не поймали. Сотрудники рыбоохраны Северодвинска объясняют это жаркой погодой и начавшимся дачным сезоном. Следующий подобный рейд пройдет уже в конце этой недели. Правда, куда на этот раз отправятся сотрудники рыбоохраны, остается в секрете. Дмитрий Фимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.